Дорогие друзья, продолжаем наше путешествие по книге Тиелим. Сегодня 67-й псалом, величайший псалом. Величайший псалом, его всегда, если кто-то знаком с этим, в форме миноры пишут, он сделан в форме миноры, там выписывается все это. Он очень известен каббалистам, известен тем, кто немножко понимает в тайных науках. Какие сглот великих Микуболин? Раби и Лейзер из Ворбса утверждают, что этот псалом Давид сочинил при постижении великого Руаха Кодыша. В нем содержатся изумительные секретные намеки. Он написан в виде миноры. Справа три стиха, посредине длинный стих и три слева. Он также упоминает о важности того, чтобы Тиелим 67 вписался в минору из семи ветвей, подобно тому, как стоят в храме. И Микуболин утверждают, что Бог показал этот псалом Давиду, и именно в виде формы миноры написал. Раби Абударахама, великий Давид Абударахама, указывает, что этот псалом стал известен как псалом минору, поскольку содержит семь стихов, соответствующих семи стихам. Книга Раби Хаима Бехнера цитирует многочисленный сгулот, связанный с чтением этого псалма. Первое. Мудрецы обещают, что никакого зла, никакого злого указа не будет на тех, кто читает этот псалом в виде миноры каждый день на рассвете. Это будет столь же ценно для Творца, если бы он зажег лампаду в храме, и ему будет обещан грядущий мир. Второе. Раби Абударах Хида, великий Хида, описывает многочисленный сгулот, связанный с этим псалом. Если кто-то читает его в виде миноры, написанной на пергаменте, клафе, прежде чем закончит Амиду, это будет сгулат для защиты во время любого путешествия. Он также утверждал, что царь Давид, когда отправлялся на войну, сосредотачивался на тайне миноры, поэтому побеждал своих врагов. И написано, что тот, кто сосредоточенно читает этот стих, он может побеждать на войне. Третий. Бен Ишхай, учит, что 67-й псалом должен быть перед глазами, читающая в таком виде, в каком он стоял в храме, не в горизонтальном положении, например, если наклонить книгу. То надо представить это перед собой, это и великое действие этого псалма. Книга Харахеах, говорит о том, что великой сгулой является написать 67-й псалом миноры на аронокодыш синагоги, поскольку он защищает общину от любых злых указов. Более того, Зар пишет, что 67-й псалом, написанный в виде миноры на аронокодыши и прочитанный каждый раз членами общины Привына Ситоре, является сгулой для защиты города, в котором живут от любого вреда. Что еще? Тот, кто читает 67-й псалом с рожходыша Кислев, открывает Мазаль в этот месяц, и у него открывается удача. После счета Амера принято читать этот 67-й псалом, выбранный потому, что в нем, согласно одной из традиций, чтение ровно 49 слов по числу дней счета Амера. Вообще, этот псалом называют всем каббалисты щитом Давида. И надо понимать великую силу этого, того, что они говорят. Написано еще, что если человек олихорадит, если у него жар, то псалом помогает освободиться от напряжения. Кроме того, он снимает невысказанные обиды, спасает от депрессии. Написано, что колоссальное средство душевной болезни помогает найти работу и достойный заработок. Идеальная молитва на каждый день. Написано, что каждый, кто читает в течение счета Амера, этот псалом ему обещано, что будет весь год удачнее. Написано, что это также по псалому помогает тем, кто находится в заключении. Один из величайших для этого псалом. Я уже говорил, но еще другие Микобалим пишут, что помогает при высокой температуре. И есть старинное предание, что берется тыква такая, и написать три ряда пищевой краской там какой-нибудь буквы первых трех слов псалма 67-го, затем пробел первых трех следующего и так до конца. И затем съесть эту тыкву, то пройдут любые головные боли, даже самые сильные. Раби Сасон пишет, что каждый человек, который смотрит ежедневно, вот этот псалом в виде миноры написан, написано на него, что он как будто каждый день зажигает минору. Также он помогает мужчинам от грехов, связанных с бритом. Для принятия верхнего светлой шхины, которую мы не видим, которую постигают только очень особые люди, надо семь раз читать этот каждый день. Написано, что это великолепное средство для очищения души. Написано, что для заработка, последнее, что я помню, хорошо читать во время молитвы Амеда, перед словами Асэ Шалом, читать его в виде миноры и будет хороший заработок. Вот такой великий псалом 67-й. Брахава Ацлахава.